Вопрос дня Знай свои права В эфире Первого Приднестровского В студии Виолетта Ганин Александр Логутин Здравствуйте Наш телеканал продолжает цикл Специальных программ Знай свои права В рамках передачи Вопрос дня В них мы говорим о защите Прав российских граждан И соотечественников Которые проживают в Приднестровье Программа выходит В рамках проекта Приднестровский правозащитный центр При союзе русских общин Приднестровья При содействии некоммерческой организации Фонд защиты и поддержки Прав соотечественников Проживающих за рубежом У нас в студии Председатель союза русских общин Приднестровья Верика Коктерева Верика Александровна Здравствуйте Здравствуйте Мы снова поговорим О решении правовых проблем Соотечественников И граждан России Которые живут в Приднестровье Верика Александровна С чем сейчас чаще всего К вам обращаются С какими проблемами Ну сейчас наверное Самый такой больной Скажем так вопрос Который беспокоит всех Это как записаться На обмен российского паспорта Во всяком случае Нам звонят чаще всего Именно с этим вопросом Кроме этого Звонят спрашивают Какие сейчас правила выезда Как можно выехать В Российскую Федерацию Надо ли ПЦР Не надо ли ПЦР Какие документы Что необходимо заполнить Кроме того Сейчас много вопросов По обучению детей В вузах России В силу того Что еще продолжается Вот до 1 ноября Идет регистрация В системе Вопросов на самом деле Меньше не становится Работаем как и прежде Верика Александровна Вы принимали активное участие В организации Выборов в Госдуму Вот как вы сейчас расцениваете Как у нас проходили эти выборы Явку и результаты Ну вы знаете У нас в Приднестрове Традиционно Такие процессы Они с большим интересом Со стороны граждан Российской Федерации Которые у нас здесь проживают Всегда люди Хотят участвовать Чувствуют свою гражданскую ответственность Чувствуют Свою связь с Российской Федерацией Вот я смотрела в день выборов Я была наблюдателем на участке Могла следить за новостями В том числе С вашего канала Было видно Какие очереди стоят Конечно с соблюдением Всех мер безопасности Социальные дистанции Но тем не менее Было много людей И результаты А именно какая явка Говорят о том Что людей было много Несмотря на то Что все-таки пандемия Но людей пришло даже больше Чем на предыдущие Думские выборы У нас здесь в Приднестровье По поводу результатов А именно результатов Единой России Кандидатов Единой России А в принципе Это тоже вполне объяснимо Потому что Ну Единая Россия Наверное Самая на сегодняшний день Узнаваемая партия Партия которой знают Партия которой доверяют Поэтому я думаю Такие результаты По результатам выборов В Госдуме У нас образовалась Целая фракция Девять депутатов За которые голосовали Приднестровцы Беррика Александровна Как держать будете Связь с этими депутатами Будут ли они прислушиваться К обращениям наших граждан Конечно Будем держать связь Работа продолжится Вот это была Инициатива именно На тот момент Кандидатов В депутаты Государственной Думы А сейчас уже Действующих депутатов О том чтобы ежегодно Проводить в Приднестровье Форумы Российских соотечественников На которых В том числе Можно было бы Обсудить А что сделано Какие вопросы Удалось решить То есть Такой своеобразный Отчет То есть Обратная связь Диалог То есть Чтобы было понятно Людям что вопросы решаются Нас слышат Есть понимание Есть связь Есть диалог Верега Александровна Вот вы затронули Вначале Тему Работы Выездного Пункта Консульского Обслуживания Посольства России В Тирасполе Мы знаем Что эта проблема Поднималась Что депутат Госдумы России Артем Туров Даже ездил В МИД России Поднимал эту проблему Какие варианты Разрешения Вот всех этих Трудностей С которыми Сталкивается Наше дипломатическое Ведомство На сегодняшний день Я лично вижу Единственный вариант Разрешения А именно Усиление Штата Консульства Потому что Даже по результатам Выборов Прошедших Приднестровье Казалось бы Небольшая страна В которой По итогу Столько Столько граждан России Проголосовало Как нигде Во всем мире Поэтому У нас Очень много На самом деле Проживает граждан Российской Федерации Более 200 тысяч И естественно Все эти граждане Нуждаются В документировании Проходит определенный срок Людям надо Менять паспорта Поэтому Для вот такого Количества Граждан Российской Федерации Постоянно проживающих В Приднестровье Вот я считаю Что надо Увеличивать Штат Консульства Потому что Ну люди Просто физически Не справятся С таким объемом работы Тем более Учитывая Что из-за пандемии Определенное время Консульство Не работало А это все Накопилось Поэтому Вот Я надеюсь Что вопрос Будет решен Я надеюсь Что с помощью В том числе Депутатов Госдумы Я знаю Что на всех уровнях Поднимается этот вопрос И штат Будет в итоге Увеличен И Войдем В нормальный ритм Как сейчас работает Правозащитный центр При союзе Русских общин Приднестровья Как туда можно Обратиться С какими вопросами Можно обращаться И помогут ли там Правозащитный центр При союзе Русских общин Приднестровья Работает Вот у нас В том числе Эта передача Выходит в рамках Медийно-просветительского Проекта Знай свои права У нас есть сайт У нас есть свой канал На ютубе Где мы выкладываем Ролики Такие По времени Короткие Но очень насыщенные По таким Основным вопросам Что люди чаще всего Спрашивают Как обратиться Ну на сегодняшний день С учетом Что вот такая у нас Пошла К сожалению Такая вот заболеваемость Началась Учитывая что В большинстве своем К нам обращаются Люди Возраста из группы риска Мы приняли решение Что все-таки Все вопросы Все консультации По телефону Это какой телефон Три семерки Девять восемьдесят Двадцать четыре Можно позвонить Вам ответят Звонить лучше Понедельник Среда Пятница С одиннадцати До пятнадцати Потому что Все-таки У нас есть Еще у всех Своя основная Работа Это общественная Нагрузка Есть еще И основная Работа Мы отвечаем Всегда на звонки Можно написать Можно позвонить Приходить не надо Учитывая что Все-таки Пандемия Такой рост Каждый день Нужно поберечь себя Особенно Это касается Людей Пожилых Верика Александровна Вот у нас Остаются Такие проблемы Как Использование Материнского капитала На территории Приднестровья Упрощение Получения Гражданства России Получение Полиса Обязательного Медицинского Страхования Мы вот знаем Что Эти проблемы Всегда в повестке Встреч президента А может ли Как-то наша Общественность Продвинуть Решение Эти проблем Ну Эти проблемы В повестке Встреч На всех Уровнях Где бы мы Не были С кем бы мы Не общались Эти проблемы Поднимаются На всех Уровнях Абсолютно Потому что Это то Что вот Нагорело То что горит И требует Решения Чем можно Как можно Скорее А на своих Уровнях Конечно мы тоже Говорим всегда Об этих проблемах Вот Ближайшая В октябре Будет Всемирный Конгресс Российских Соотечественников Одна из секций Которая будет Посвящена Защите прав Соотечественников Проживающих За рубежом И мы планируем Тоже обозначить Или в ходе Доклада Или направить В тезисы Вот то что Нас беспокоит То есть Где возможно Опять же С помощью депутатов Государственной думы Потому что Это люди Которые пишут Законы Скажем так Попроще И конечно Со всех сторон Мы пытаемся Эти проблемы Как-то продвинуть И надеемся Что будет Какое-то Движение вперед Логично Вы подошли К вопросу дня Скажите пожалуйста Депутаты Которых в том числе Выбрали Наши преднестровцы Смогут помочь Решить Наши проблемы Это вопрос дня И 30 секунд на ответ Виолетта Ну я вообще Оптимист Я верю в то Что Все будет хорошо Все Разрешится Благополучно А я уже говорила И не устану повторять Что законодательство Это Такая Живая материя Которая Часто меняется Жизнь меняется И законодательство Меняется Вот эти самые главные Наши обозначенные Проблемы Они именно В сфере Изменения законодательства Внесения поправок Внесения изменений И кто как не депутаты Государственной думы Могут в этом нам помочь Поэтому я надеюсь Что все будет хорошо И вот когда Через год У нас состоится Форум Российских соотечественников На который приедут Наши депутаты Тогда уже будут Конкретные результаты И тогда мы уже сможем Конкретно Спросить И нам ответят Ну хорошо Спасибо вам большое Спасибо вам большое Россия и Приднестровье Продолжают развивать Сотрудничество У нас работают Приемные партии Единая Россия О результатах Этой деятельности Сейчас мы поговорим С руководителем Центрального аппарата Партии обновления Дмитрием Воронюком Здравствуйте Дмитрий Дмитриевич Здравствуйте Вот скажите После выборов в Госдуму У вас работы меньше стало Или больше? На самом деле Такое важное Политическое событие Как выборы в Государственную думу Оно активизировало Наших граждан В плане чего У нас и до выборов Были определенные вопросы Особенно связанные С паспортами Замена их Из-за того что пандемия А сейчас После выборов Конечно люди надеются На то что это будет Решаться быстрее И надо отдать должность Действительно После выборов Государственной думы В частности Вот вопрос который затронул Замена паспортов Систематизированный Чуть-чуть быстрее идет процесс Это надо отметить Кроме того Граждане понятно Перед выборами Писали наказы Обращались с определенными Вопросами С обращениями К кандидатам В принципе к партии И действительно Работы стало больше Дмитрий Мы знаем что Во время выборов Государственной думы Вы организовывали Работу волонтеров Что именно они делали И справились ли с задачами Надо сказать что Участие волонтеров Именно вот в таком Большом политическом событии Не первое Первый раз мы пробировали волонтеров Это на выборах Президента Российской Федерации В 2018 году Нас там было немного Порядка 20 человек В основном Тирасполь и Бендеры То сейчас волонтеры Надо сказать Работали практически На всех участках Их было порядка 80 по моему Человек Если память не изменяет И главная была задача Это информирование граждан У нас добавились участки Это первое Второе У нас пожилые люди Весьма активны В части того Чтобы прийти Но не все могли Допустим Отстоять очередь Вы знаете что Выборы с большой явкой Прошли Пожилых проводили вперед Были маломобильные граждане Где-то на инвалидных колясках Кроме того Оказывали помощь Связанную с Как позвонить на избирательном участке Заказать выездную урну То есть в основном Это была информационная помощь И организационная помощь Ну и конечно Пройти Помочь Подсказать Направить Такого плана И надо сказать большое спасибо ребятам Для многих это был первый опыт Они справились Дмитрий Вот перед этими выборами Собрали 6,5 тысяч наказов Для кандидатов Депутатов Госдумы Какова судьба этих наказов сейчас? По этим наказам было Когда заканчивался визит Представитель российской делегации Приднестровья Были депутаты Вы знаете Кандидаты на тот момент Госдумы Теперь депутаты Госдумы Чижов, Титов, Туров, Аргеева, Горохов Мы уже большую часть наказов К тому времени систематизировали По основным направлениям По тезисам На три больших блока Это социально-экономические проекты Это защита прав И законности граждан И миротворческая миссия И мы отправили их В Российскую Федерацию И они вошли отдельным блоком В народную программу Единой России Тоже в обощенном виде Кроме того Еще часть доказов К нам дошло И уже непосредственно Перед выборами В Государственную Думу Эти наказы физически уехали Упакованные в коробки Уехали в Российскую Федерацию Мы с помощниками Государственной Думы Депутатов Государственной Думы Работаем Потому что там очень много наказов Ну порядка процентов 20 Наверное это частные проблемы Отдельных граждан И их надо работать Как вы думаете Депутаты Которых выбирали В частности и мы Приднестровцы С российским гражданством Смогут помочь решить Проблемы наших граждан Частные проблемы Я знаю решаются Допустим Слуховые аппараты Направление кого-то на учебу А вот более такие проблемы Касающие десятков и сотен тысяч человек Допустим Как обеспечение гражданством Возможности получения гражданства России Тех кто родился после 91 года Это надо уже внесение в законодательство Российская знает что они работают Организована группа депутатов Поддерживающих Приднестровье Приднестровскую Молдавскую Республику И они в этом направлении будут работать Понятно что они все сразу Но все что касается защиты прав граждан Миротворчества Они в этом направлении Конечно прилагают огромные усилия И я думаю что вопросы решаться будут Нам бы хотелось чтобы все и сразу Но так не бывает У нас к счастью граждан России Становится год от года все больше И понятно что людям надо помогать Но не всем получается это сразу делать Но я думаю что вопросы решаться Если сравнить то что было допустим Пять или десять лет назад Мне спрашивают что они сделали Допустим вопрос о получении российских пенсий Еще 10 лет назад у нас количество граждан Которые получали пенсию российскую Было не больше 10 тысяч человек Их сейчас порядка 60 или 70 Если мне память не изменяет Потом возможность получения Вот у меня друга родился сын Ребенку два месяца Он сейчас получает уже паспорт На двухмесячного ребенка Может с ним разограниченно расти Такой возможности раньше не было То есть есть локальные вопросы Которые можно решить здесь Сейчас они их решают Ну то что наши люди доверяют депутатам И надеются что они смогут решить проблему Говорит о том что у нас была достаточно высокая явка А вы как думаете о чем говорит Вот такая высокая явка И вообще результаты выборов Результаты выборов говорят для нас для всех Это не первый электоральный цикл Который мы переживаем Допустим выборы президента России Потом выборы в Государственную Думу И на каждом этом электоральном цикле Каждые 4-5 лет у нас явка только возрастает Несмотря на то что действительно Есть миграция граждан Есть какая-то апатия Есть неверие И люди несмотря на все это Активно приходят и участвуют В избирательных кампаниях Путем голосования Путем привлечения своих родных и близких Выражают свою волю так сказать политически То есть они чувствуют себя частью большой страны Как Российская Федерация И эта явка еще раз С одной стороны аванс большой доверия Потому что среди заграничных диаспор Допустим русские живут везде Германия, Австралия, Европа, США Но процентная явка голосовавших У нас одна из самых больших И надо сказать большое спасибо нашим гражданам За то что они приходят и голосуют И кроме аванса доверия Это еще и конечно для наших депутатов Для партии, которые у нас Единая Россия выиграл С большим отрывом от остальных Политических объединений России Это еще и серьезная ответственность Надо будет эти вопросы решать Дмитрий, как сейчас работают приемные Единая Россия Как туда можно обратиться Что-то поменялось сейчас в работе У нас немного пройдет Реструктуризация Почему? Потому что у нас раньше допустим Большая часть города Террас Предносилась депутату Чижову Теперь же депутат Чижов Сергей Викторович относится Его округ ходят Григориополь, Днестровск, Слободзея И там Балка, грубо В Терраспоре То есть идет реструктуризация Связанная с приемными открытиями Допустим приемные остаются работать Но допустим кроме приемных общественных Единой России Открываются приемные Допустим Горохова Конкретных депутатов Конкретных депутатов На местах И я думаю что эта работа будет продолжена Не думаю я уверен Потому что мы их и не закрывали Люди в первую очередь Я уже приведил пример с паспортами Идут в общественную приемную Пишут заявления Какие-то вопросы поднимают Работают наши юристы Что-то мы присылаем в Российскую Федерацию Что-то решаем здесь своими силами На местах Приемных работа только добавится И они будут дальше продолжать работать На базе в первую очередь Приемных партий обновлений Но сейчас наверное в формате Все-таки звонков и онлайн Правильно? Или можно приходить? Мы рекомендуем и настоятельно Просим людей в первую очередь звонить Конечно есть вопросы Когда надо принести документы передать Но тогда выходит специально обученный человек В перчатках Ну скажем так в первую очередь юрист Но мы людям рекомендуем звонить Единый телефон общественной приемной Это 68 039 0533 68 039 Там каждый будний день С 10 до 16 часов находится человек Он принимает звонки Да, дозвониться сложно Да, ажиотаж большой Я уже раньше сказал, что люди верят Люди обращаются Люди пытаются решать свои вопросы Но мы людей просим В первую очередь безопасность и здоровье Граждан Не надо толпиться Не надо собираться Позвоните Если можно решить дистанционно Через интернет Через телефонный звонок Мы будем решать Так надо Вплоть до того, что как у нас работают волонтеры Сели в машину Выехали к людям на дом Ну там продукты Купить лекарства Инсулин Ну это маломобильные Так же мы работаем Да Нужны документы забрать Мы приедем заберем Чем вы будете там собираться Не дай бог кто-то заболеет Давайте подведем итог нашей беседы Зададим вам вопрос дня На ответ всего лишь 30 секунд И звучит он сегодня так Что нам ждать о сотрудничестве с Россией? Я думаю нам ждать о сотрудничестве с Россией Дальнейшего углубления и расширения В части того, что Российская Федерация своих не бросает граждан Это первое Второе Те проекты, которые здесь Россия анонсировала И начала реализацию С российскими пенсиями С заменой паспортов С принятием гражданства И многие другие она будет продолжать И мы бы еще хотели отметить То, что нам надо о себе активнее заявлять В части того, что Вот как активное участие на выборах Высокая явка Это хорошо Мы пишем, звоним У нас люди достаточно активные Пишут на сайт Владимира Владимировича Пишут на сайт Министерства иностранных дел То есть мы должны о себе говорить Мы есть Нам надо помогать И мы готовы в том числе Помогать Российской Федерации Спасибо Большое спасибо вам Это был вопрос дня Зная свои права Мы говорили о взаимодействии России и Приднестровья По различным вопросам И еще Наши коллеги Журналисты газеты Приднестровья Уже подготовили субботний выпуск Там будут статьи Проводники в особенный мир Учения Мучения Чтобы тропинки не были печальными О триумфальной победе шерифа Учителях и путешествиях Номер будет интересным Не пропустите Ну а мы с вами прощаемся Желаем вам хорошего вечера Не забывайте просматривать наши новости В Абере, Телеграме, Инстаграме Там всегда интересно Всего вам доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok